Ну что ж, всем привет, ребят! Сегодня мы продолжаем играть в Форест. К сожалению, я уже записал один эпизод, но потом оказалось, что он не записался. На самом деле не понимаю, почему, но я, конечно же, вам объясню, что здесь произошло, и, в общем-то, многого вы не потеряли, уж поверьте. Что произошло? На меня напало три аборигена, я их просто-напросто разнёс, никто меня даже не смог ударить, броня у меня потрагивалась, потому что я, как настоящий гений, наступил в костёр. У меня такое чувство, что я в каждом эпизоде наступаю в костёр, не знаю почему. Я начал строить большой тотем, который без упора держится на просто руках и ногах, я не знаю, как это происходит, но тем не менее. И, в общем-то, я в прошлом эпизоде, ну не в прошлом, тот, который не получилось выпустить, я в нём сходил ещё раз к лодке, мне сказали, что там находится какой-то огнестрел под лодкой, и поэтому я решил туда ещё раз ходить, и я очень сильно разочаровался, ребят, потому что опять у меня он пролазит сквозь текстуры в лодке. Ну, хорошо, что мы смогли сделать лук, кстати, лук я ещё до сих пор не протестировал, на самом деле было бы неплохо его протестировать, поэтому я его жду, когда у меня в очередной раз нападут аборигены, или уже самому идти их искать. А, теперь лодка вообще, да, пропала? Замечательно. Ну, как вы помните, здесь раньше была лодка, но вот я перезашёл буквально, и её опять нету. Я не знаю, что происходит с этой лодкой, мне уже на самом деле немножко страшно. Кажется, что эта лодка какая-то мифическая, и она сама по себе куда хочет пропадает, и, в общем-то, всё в таком мистическом духе. Но, на самом деле, я знаю ещё одно место, где может быть эта лодка, она, я так понял, варьирует свои места, иногда она здесь, и иногда вот там вот в стороне камней. Кстати, на самом деле, сейчас уже немножко темнеет, я вроде как только поспал, а всё равно уже темнеет. Или это просто такое утро, я не знаю, короче. Но, тем не менее, мы идём смотреть, находится ли лодка в прошлом месте. Сейчас, может, мне повезёт, я смогу всё-таки на неё залезть. Я, на самом деле, очень сомневаюсь. Здесь вот корешей я своих вижу, сейчас мы с ними побазарим. Очень сомневаюсь, что я смогу залезть на эту лодку. Двоих-то я легко разнесу, по идее. Тем более, мне нужно достраивать свой тотем, а для тотема мне нужны головы. И уже камень. Что, они даже не испугались камня? А если я у них с лука пальну? Я ещё, кстати, ни разу не пробовал стрелять с лука, так что... А, у меня нет стрел, замечательно. Ладно. Берём топор и по старинке их разносим. Ребят, ну чё, побазарим? Здорово! Тю, так вы двое, что ли? Так я и двоих могу разнести. В чём проблема? Ребят, что-то вы уж совсем слабенькие. О, смотрите, я её топором траснул, она цвет волос себе поменяла. Прекрасно. Может, ты тоже неожиданно волосы отрастишь? О, он себе поменял одёжку. Прекрасно. Так, ладно, потемнело немножко, я заберу только ваши головы, с вашего позволения, конечно же. Я надеюсь, они не будут особо против. Раз, голова. Второе, мне лень искать, поэтому я лучше пойду посплю. Как прям этот домик светится. Ну да, кстати, я решил понемножку обратно начать строить старый домик. Так, вот уже и утро, мы одну голову пока сюда вкинем. И ещё шесть головок. Слушайте, где же мне найти шесть головок? Кстати, мне сказали, что не стоит ставить тотемы друг около друга, но мне что-то как-то не хочется по всей карте их расстраивать, поэтому я их так ставлю. Я думаю, от этого всё равно есть хоть какая-то польза. Так, где же твоя голова-то? Ну, что-то, что-то не могу. Ноги, руки, а головы, к сожалению, нет. Куда-то она укатилась, по всей видимости, пока я спал. Ого, я видел, как-то сразу несколько камней бросил. Я вообще не понимаю, что здесь происходит, но я знаю одно, что мне нужны ещё стрелы. А если мне нужны ещё стрелы, это означает, что мне нужны ещё палки. Потому что стрелы у меня закончились, всё-таки я в кого-то стрелял, там в птичек пытался стрелять. Чё-то никакого эффекта не было. Так что мы сейчас попробуем, ох, как радуга просто, попробуем ещё стрел наделать. Если я не ошибаюсь, палочка нужна и два пера. Странно. Может, два пера и палочка? Палочка, перо. А, одно перо. Понял, я что-то делал два пера. Одно перо вполне достаточно на четыре стрелы, как ни странно. Ах да, ах да, ах да. Мы собираемся идти обратно к яхте. Посмотрим, находится ли она в том месте, где я думаю. По идее, должна. Абориген здесь пока что нет. По идее, я уже, как и в прошлом эпизоде, там, вернее, ну, можно сказать, в прошлом нашем выживании всех разрубил. Поэтому они уже сюда не суются. Кстати, сейчас я после того, как посмотрю, есть ли здесь лодка, стоило бы вернуться перекусить. А лодки здесь, к сожалению, нет. Где же она может быть? Слушайте, яхты, извиняюсь. Яхты, яхты, яхты. Яхты, это ведь совсем не лодка. Так, мне холодно, да? Ну, сейчас мы разогреем костерчик, заодно покушаем. И вот, посмотрим, может лодка появилась обратно в той стороне. Может, пробежимся немножко по пляжу. Мне просто интересно, смогу ли я яхта появилась в той стороне. Смогу ли я туда забраться каким-то образом. Так, пожарим мы себе, пожалуй, кролика. Черепахи почему-то не вылазят. Черепахи иногда вылазят, иногда нет. Вот сейчас они почему-то не вылазят. Черепахи, скучно без вас, черепахи. Вы единственные, кто достоин просто моего внимания. Все на меня пытаются напасть, кроме птичек, конечно же, и рыбок. Вообще, на самом деле, только аборигин на меня пытается напасть, поэтому... Но черепахи все равно самые крутые, я не знаю. Мне нравятся черепахи. Так, а, еще акулы пытаются на меня напасть, но они еще... У них еще ни разу это не получилось, но, тем не менее, они пытаются. Они ведь пытаются, правда? Ткань, ткань, ткань. Кстати, кстати, сейчас мы попробуем сделать коктейль молотого. Кто-то писал в комментариях, что если смешать, скрафтить, вернее, банку и... Что-то еще... А, банку и тряпку, то получится коктейль молотого. Сейчас мы попробуем это сделать, соодно проэкспериментируем. Так, значит... Инвентарь. У меня есть банки. Вот, баночка и тряпка. И получается что-то вроде коктейля молотого, действительно. Интересно, сколько он сможет гореть в моей руке. Он, в принципе, мне даже путь может освещать, по идее. Я не знаю, был бы я аборигеном, который никогда не видел что-то подобное, я бежал бы от такой фигни, потому что это, черт побери, горящая банка. Ладно, бросим ее как-то, ну. Поспокойнее, когда у меня топор в руках. На самом деле, это не похоже на настоящий коктейль молотого, потому что он, по идее, по одной платформе разрастается. Он еще прыгает. Я вообще не знаю, что здесь происходит, какие-то танцы с бубном. Ладно, в общем-то, яхты здесь пока... О, слушайте. Я знаю, на ком мы проэкспериментируем наш коктейль молотого. Так, пацаки. У меня этот... Сюрприз. По всей видимости, они не обратили внимания на мою великолепную точность. И поэтому мы мутанем еще один коктейль, и я надеюсь, что я хотя бы сейчас могу попасть. Пониже надо бросать. Ой, да ну вас, слушайте, я лучше пойду их топором просто зарублю. Пацаны, здорово. Ох уж этот звук, слушайте, как будто мне, на самом деле, из-за этого звука становится страшно. Единственное, что меня напрягает, то, что сзади меня кто-то оббежал, но это тоже, на самом деле, не особо парено, потому что... Вот-вот. И третий. Ну ладно, ладно, у тебя почти получилось, слушай. Ты даже смог меня ударить, слушай. Ты еще раз смог меня... Прекращай, прекращай, слушай. Давайте мы ему поменяем. Вот-вот, сейчас она была темной. Оп! Станет рыжей. Пожалуйста. Я чувствую себя просто каким-то... Каким-то, скажите мне, пожалуйста, каким-то, я не знаю, парикмахером, что ли. О, так этот еще и встать решился. Гляньте просто. Что он себе позволяет. Так, ну мы тогда замутим из него что-нибудь другое. Вот, вот, были у него черепа на спине. Встали всякие, я не знаю, что у него, встал вместо черепов, какие-то одеяния. Так, мы заберем только головы. В данный момент мне нужны только головы. И сейчас я, пожалуй, пойду... Ага, две головы я только могу соблюдать. Я пойду, пожалуй, поищу немножко ящериц, потому что у меня сейчас... Так, я хочу съесть шоколадку, но не достать руку. Ага, есть. Потому что у меня сейчас нет брони абсолютно. А я хочу, чтобы у меня была броня, конечно же. Я думаю, все нормальные люди хотят, чтобы у них была броня, поэтому мы пойдем поищем. Да что ж такое с этой клавиатурой, ребята? Я просто не могу у меня... Как вы знаете, у меня беспроводная клавиатура. И для того, чтобы вы ее не слышали во время того, как я играю, я ее ложу к себе на колени и так снимаю. Но она иногда не чувствует моих пальцев и, на самом деле, находится довольно далеко. Так, я хотел просто подобрать этот камень и не брать его в руки. Как же я не люблю эту всю фигню. Так, яхты здесь все еще не наблюдаются. Кстати, кто-то писал в комментариях, что если пробежать вглубь острова, там будет второй самолет. И там будет, мол, два мертвых пилота. И у одного из этих пилотов все-таки будет огнестрел. Как ведь мы отправимся вглубь острова? Пока что я исследую, так сказать, те места, где я уже был. Мне как-то, на самом деле, намного спокойнее ходить по местам, где я знаю, что да и как находится. Поэтому я по ними хожу. Вот я иду на полянку, где находится много ящериц. И я почти уверен, что они здесь будут, потому что сколько раз я здесь не бегал, здесь постоянно куча живности, кроликов, ящериц, если я, конечно, их всех уже не зарубил. Походу, зарубил. Ящерицы. Ага, вот я уже вижу первого кролика, а вот и ящерицы. Привет. Вторая ящерица. О, так это ящерица просто в перемешку с кроликом. Люблю это место, здесь действительно куча ящериц. Давайте мы сейчас заодно просчитаем, сколько нужно ящериц для того, чтобы сделать полную броню. Ой, я промахнулся, извиняюсь. Так, вот. У меня есть четыре ящерица. Раз, два, три, четыре. Нет, в последовательности пять ящериц хватит. Так, ты куда выбегаешь, зараза? Небось, к аборигенам бежишь? Они тебе не помогут. Ой-ой-ой. Как я просто с разворота ее зарубил. Ну вот, в последовательности пять шкур ящериц хватает абсолютно. Так, ты тоже идешь сюда на всякий случай. Потом еще тебя оденем. Лишней не будет. Но, в любом случае, лодку я здесь, к сожалению, так и не нашел. Яхту, яхту, яхту. Почему лодку? Яхту. Ну, здесь есть лодка, на самом деле, где-то. Вот она. О, вот и яхта, слушайте. В этот раз она вон где-то сполнилась. Сейчас я вам продемонстрирую то, что... То, что у меня в очередной раз лакс это яхта. Но, слава богу, что я хотя бы смог на нее в прошлый раз забраться. Я не знаю, из-за чего у меня это происходит. У меня, на самом деле, лицензия. Вот, честно говорю. Можете зайти ко мне в стим посмотреть. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, ну это же совсем не смешно. Акулки, вы же там в другую сторону поплывите, наверное. Я же это самый хороший парень. Я не хочу с акулами дружить. Так. Акулы. Кыш. Видите, здесь уже, на самом деле, на этой яхте ничего нету даже. Сейчас увидите, что я опять не могу. На нее залезть. Ой-ой-ой-ой. Вот, видите, я просто сквозь нее плаваю. И все, и мы уходим отсюда, потому что здесь куча акул. Я просто хотел вам это продемонстрировать. Слушайте, вот, когда мы сюда плыли, на самом деле, мне казалось, что яхта находится недалеко. А вот, когда мы плывем назад, то такое чувство, что она находится просто неимоверно далеко, действительно. Здесь лежат мертвые акулки. Около моего дома тоже есть одна мертвая акулка. Так что, такие дела. Мы можем, на самом деле, здесь немножко рыбки половить. Почему бы и нет? Заодно хавчика домой принесем. Так. Рыбонька. Рыбонька. Промахнулся, вы гляньте. Рыбонька. Ого. Не-не-не, плавать я не хочу. Рыбонька. Рыба моя. Рыба моя. Так. Отлично. Встретим еще парочку голов аборигенов. И мне нужен еще один камень для чего-то. Вот мне, видите, в нижнем левом углу пишут, что мне нужен еще один камень и 82 брюна. Ну, 82 брюна мне нужно, все прекрасно знают. Для чего? Для того, чтобы построить большой домик. Прям большой-большой. Поэтому это такая, знаете, не первостепенная задача. Вот камешк один я бы, на самом деле, с радостью бы нашел. Но почему-то я его здесь не наблюдаю, к сожалению. Нету камешков совсем. О, аборигеши обратно здесь. Друзья мои, как дела-то у вас? Теперь мы можем, наконец-то, проэкспериментировать наш лук. У меня, наконец-то, появились стрелы, поэтому мы, как бравый охотник, постараемся... Ага, так он не хочет попадать. Итак, ну, давайте попробуем ближе подобраться. Ух, там их четверо, слушайте. Вот, ага, вообще никакой. Там, видите, трое, они кушают своего собрата, а вот четвертый он просто стоит и смотрит. Я хоть раз попаду, слушайте. Жесть прям, кажется. Да ну его, короче. Не хочет он попадать. Давайте мы в них молотов закинем. Опа! Ну, прям в них же попал. Чего он не взорвался-то? Блин, ну почему? Давайте, ребят, идите отсюда. Не хочу я с вами драться, вы какие-то... Хотя нет, мне нужны ваши головы. Пацаны, деремся. Да-да-да, один в одну сторону, один в другую. Я это все уже видел. Здорово! И теперь резко разворачиваемся, пожалуйста. Ребят, ребят, ну вы че так? Что он делает? Он тащит ее! Вау! Не надо ее тащить. Это ж неправильно. Так, одного мы пока зарубим. Вот эти решили убежать. Ну давайте, ребят. Оставили свою даму. Так, он уже в другом одеянии, его можно в это время разрубить. Так. А, у меня же есть голову, да? Смотрите. Была она такой, станет сейчас рыжей. Ха-ха-ха. Забавный баг, на самом деле. Так. Хочу голову. Да, не ногу, голову. Все, я беру топор. Кореша их почему-то убежали, но мы тем не менее заразрубим ящерицу. Возьмем шкурку себе. Да черт побери, не нужна мне твоя нога. Ну че ты пристал-то, Санс? Дождик, кстати, и шел, так что мы можем обмазаться грязью. По идее. Вот она грязь. Мы ей обмазались. И теперь нужно каким-то образом постараться не вступить в воду. Так что мы по верху здесь пробежим. Пожалуй. Или он не хочет здесь пробегать? Хочет, хочет. Куда он денется-то? Вот, теперь нас аборигены вообще должны бояться. Мы все в грязи. Абсолютно. И, в общем-то, у нас есть топор. Дома у нас есть тотемы, поэтому мы можем особо не париться по поводу того, что на нас нападут аборигены. Да я, на самом деле, никогда не парился, потому что они ведь слабенькие. Хотя, признаюсь честно, интеллект у них работает на ура, потому что они могут бегать в разные стороны. Но это, на самом деле, первое время, как начинаешь играть, немножко настораживает. Но потом ты к этому привыкаешь и как-то относишься, знаете, как... Просто-просто как-то относишься. Ну, бегают они в разные стороны. В любом случае, ты их сильнее. Кстати, я до сих пор так и не нашел тот самый заветный камень. Что-то он у меня вылетел из головы, так что мы, пожалуй, закинем эти головы в тотем. И нам нужно для того, чтобы остались у нас только головы для постройки тотема. Это, кстати, большой, самый мощный тотем, по всей видимости. Нам нужно камень. Вот он, камень. Почему-то я в очередной раз взял его в руку. Это мне абсолютно не нужно, на самом деле. Но почему-то вот он захотел взять его в руку. Есть. Осталось мне найти только пять голов. О, слушайте, еще одна голова, по всей видимости. Да, как же смешно он разлетается. Почему мы ему не можем просто отдельно голову отрубить, я не знаю. Так. Есть. Еще четыре головы. Но скоро будет завершен большой тотем. А этот тотем солидный, на самом деле. Я бы не стал идти на человека, у которого там восемь просто голов на тотемах напихнуто. И нужно нам сейчас поджарить, что-нибудь перекусить. Давайте, так как мы ловили рыбку, мы сделаем себе рыбки. Не зря же мы ее... Ага, я понял. Из-за дождя какие-то у нас проблемы с костром. Поджигайся. Другой костер у вас тут поджегся. Так, а ну-ка. Сэ. Все, жарим рыбу. А барегешек совсем не наблюдается, так что, я так понимаю, они не собираются ко мне. Приходить что-то им бы мне не понравилось. Сейчас, по всей видимости, не очень я дружелюбный. Ага, костер обратно, по всей видимости. Ну же ж, гори, 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 гори. Хоть что-нибудь догори. Ну, хорошо, давайте, раз костры не хотят гореть, мы попросим другое одолжение. Дождик, перестань лить-то. Так, пока мы, наверное, хлебнем соды. Восстановим энергию. И будем ждать. С топором в руках. Разбиваем за дождь сундучки. Очень-очень-очень-очень долгий дождик. Так, а теперь можно и все подсобирать. Не хочу, чтобы там были всякие мячики. Может, мне в этот раз повезет, и я не найду ни одного мячика. Ну, прекрасно. Слишком уж долгий дождик. Ребят, дождик, дождик, прекращайся. Хотя, может, после дождика ко мне на бережок выйдут черепашки, мы с ними потусим. Ну, давай же. Ну, давай, 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 давай. Давай этот костер. Да любой хотя бы. Подожгись, ну. А, слушайте, может тут на листья взять? Точно. А этот костриж можно листьями разжигать, по всей видимости, я... Я тут туплю, а вы так ему... Ха, лузер, не знает, что листьями. А я-то знаю, я-то знаю. Так, листья, по всей видимости, сами по себе подбираются. Может, я просто думаю, что в дождик даже листья не помогают. Ну-ка попробуем. Вот оно что. Листья-то. Знают свое дело. Так, добавим огня. В дождик, на самом деле, огонь долго не держится. Надо постоянно подбрасывать листочки. Нет, все, он потух. Жгем, жгем, жгем. Ой-ой-ой, я вступил в огонь опять. Я же говорю, я в каждом эпизоде вступаю в огонь, это уже нормальная тема. Можно как-то вот один костер, допустим, сломать? Потому что он мне мешает, вот честно. Этот дождь, он уже, на самом деле, надоел мне. Он слишком долго льется. Дождь! Дай мне перекусить. Может, у меня есть шоколад? О, так у меня куча шоколадок. Это, это, это... Просто издевательство. Я съел две шоколадки, и дождь прошел. Ну, неужели такое бывает, на самом деле? Ладно, ребят, на этом мы будем заканчивать наш эпизод. Если вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх. Всем спасибо за то, что смотрели этот эпизод и досмотрели до конца. Ну, раз воздействуешь и досмотрели до конца. Пока и удачи вам, всего хорошего. Вот, да, я вас всех люблю, и тебя тоже. О, аборигешки. Здорово, пацаны. Они там прогуливаются, так что мы не будем их мешать. Все, пока, ребят.